Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие мои малыши! Добрый вечер! Здравствуйте! Я поздравляю вас всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех! Поздравляю с праздником света! Да! Замечательно! Замечательно, что вы уже зашкли! Я всех-всех-всех поздравляю с праздником света! С нашей золотой ханутом! Да! Да, я слушаю! Что, мои хорошие? А сегодня у нашей бабушки-всех-всех-всех! О, поздравляю вашу бабушку! Она родилась прямо в Хануку! Замечательно! Так, сейчас я тоже зажгу свечи! Сейчас я тоже зажгу свечи, но сначала, прежде чем зажечь свечи, нужно сказать что? Да, Яша? Благословение! Благословение! И мы их на женском празднике! Я сам делал... Ну, мне давали форму свегоны, и я буковки рисовал! Замечательно! Умница! Умница! Совершенно верно! Прежде чем зажечь свечи, нужно сказать благословение! Очень красивые буковки! Замечательно, Яша! Ну, поскольку я сегодня уже зажигал свечи, я зажигал свечи у себя дома, то сейчас я не могу сказать благословение с именем Ашема, поэтому вместо имени Ашема я буду говорить просто Ашем Элокейну! А я еще не зажигал свечи, потому что я буду в синагоге на празднике! Ага! В синагоге на празднике это очень хорошо! Так вот, сейчас я скажу эти благословения, но без имени Ашема! Барухато Ашем, Элокейну Мелехойлем, Ашерки дешону бомит свой сов, Вец ивону лядли кнер шель хануко! Амин! Барухато Ашем, Элокейну Мелехойлем, Шосоні сімля войсейну, Баямим Гагем базман газе! Амин! Амин! Надо замешал зажигать Анейрой салалу Анахну мадликим Аля нисим Ве альга тешу ойс Ве альга нифла ойс Ве альга милха мойс Ше оси со лавой сейну Ше оси со лавой сейну Бая мимагем Бая мимагем Бая мимагем Базман азем Да, Яшенька, конечно, я слушаю тебя Папа сказал, что нужно сначала шамаш зажигать Потом шамашем две вот эти служебные свечки Нет, шамаш это как раз служебная свечка А две эти свечки, они свечки главные Я вам скажу, что есть два шамаша Есть шамаш Есть шамаш Есть шамаш, которым мы зажигаем свечки Вот он у меня в руке, да? Видно его? Видно у меня в руке шамаш, которым я зажигал свечки Его, конечно, зажигают раньше Потому что без него невозможно свечки зажечь А, но когда мы зажигаем свечки То мы начинаем с новой свечки Которую добавили в этот день Скажите мне, пожалуйста Сколько свечек мы сегодня зажгли? Три Две Две Сегодня у нас второй день Хануки И мы зажгли две свечки Подожди, Яшенька, секундочку Подожди Я просто считаю и у шамаш тоже А, нет, шамаш это не свечка Шамаш он совсем для другой цели Мы сегодня Мы Мы сегодня зажгли Мы сегодня зажгли две свечки Вот эта вот свечка, на которую я показываю Вот эта вот Которая ближе к серединке Она новенькая А та свечка, которая Которая была И вчера зажжена Это вот эта крайняя Поэтому сегодня я начал сжигать С этой новенькой свечки А потом уже зажег вторую свечку И именно на них На эти две свечки Мы говорим благословение А шамаш, который мы зажигаем на Ханукие Шамаш, который мы зажигаем на Ханукие Кто мне скажет, для чего он зажигается? Кто знает, для чего мы зажигаем шамаш? Чтобы пользоваться Если свеча погаснет, так ее надо Так и шаматься Нет, не эта причина Потому что свечи в камне Нельзя пользоваться Их нет, а шамашу можно Совершенно верно Светом этих двух свечей нельзя пользоваться И если у нас И если у нас Вдруг погаснет свет О, сейчас смотрите Сейчас у меня погаснет свет Сейчас у меня погаснет свет Смотрите Оп Ай И чтобы не пользоваться светом Вот этих двух свечей Которыми пользоваться нельзя Мы зажигаем шамаш Чтобы пользоваться сейчас Когда нет света Чем? Светом этого шамаша Светом шамаша можно пользоваться А светом свечей хануки Пользоваться нельзя Аааа Теперь понятно, для чего мы зажигаем шамаш? А у меня вопросы Да, да, Яшенька Я слушаю внимательно все вопросы У меня сегодня тысяча новостей про хануки Вау Вау Целая тысяча новостей Ну давай, давай Первую из них У меня другая хануки Другая хануки Замечательно Так, еще Еще новости какие? Это шрюет Да Я вам себе сделала хануки И мы сегодня Смотрим Красные ледочки Разноцветными камнями И мы Они засыхались Завтра Мы сделаем на них Такие подсветники Я три таких сделал Дожки С керпитиками И у меня потом будет Три хануки Просто замечательно Просто замечательно А где же ты будешь их зажигать? Это Очень важный вопрос Где мы зажигаем Свечи хануки Свечи хануки Теперь Обновите Так На улице А где на улице? Посредине улицы мы зажигаем? Нет Там Видно Что Окно От улицы Чтобы с улицы Их было видно Ага Где мы например Можем зажечь Чтобы с улицы Хорошо На окне На подоконнике На окне Совершенно верно Мы ставим хануки На окно Чтобы было Видно Подождите Секундочку По очереди По очереди Все Чтобы хануки Было видно Но если это окно Очень 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 Высоко И никто не будет Так задирать голову Наверх Чтобы смотреть на хануки То То в этом случае В окне мы зажечь Не можем А где мы тогда Зажигаем хануки Где еще мы можем Зажечь хануки Кто хочет сказать Где еще Кроме окна Можно зажечь хануки Да Где А Подождите Подождите Так Давайте Давайте Сделаем порядок Чтобы говорили Все по очереди Сейчас Кто говорит Эээ Эээ Кто говорит Сейчас Наоми Я тоже Что ты хотела Сказать Наоми Расустро Да Да Наоми Я слушаю Сейчас Наоми Замечательно Замечательно Я вижу Что у вас там Поделки Да Кто 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 следующий Говорит Сейчас Секундочку Я посмотрю Йоэль Кто Йоэль Да Я слушаю Йоэль Смотрите Это моя Ханукия Ой Какая Красивая Замечательная Ханукия У Йоэля Очень Очень Красивая Просто Чудесная Так Да Ой Какая Красивая Ой Какая Красивая Да А А Секундочку Я слушаю Сейчас Залмана Что Залман Ничего не хотел Сказать Ханукия Она В домике А Она В домике У меня Тоже Стоит Ханукия В домике Но Как раз Как раз Мы Начали Говорить О том Где Кроме Окна Можно Зажечь Ханукию Где Еще Ее Можно Зажечь Пожалуйста 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 Кто это Рина 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 Мне говорит Да Рина Ой Замечательный Израильский Зеленый Савион Отлично Красивый Савион Рина Да У двери Совершенно Верно Совершенно Верно В этом Году Я Зажег Зажег Свечи Хануки Прямо В проходе В дверном Проходе Там Где Там Где Входят Ко мне В квартиру И все Люди Которые И все Все Люди Которые Поднимаются По лестнице К себе Домой Или Спускаются По лестнице На улицу Они Проходят И Видят Мою Ханукию Некоторые Зажигают Ханукию При входе В дом В В главном Входе В который Входят Все Мы Зажигаем На входе На входе Если Если Нет места Если Подожди Секундочку Я еще раз Повторю Чтобы все Запомнили Мне очень важно Чтобы все Запомнили Эти Эти Законы Законы Зажигания Свечей Если Если Нет места Не Не на входе В дом Если Вход в квартиру Никто Мимо него Не проходит Например У того Кто Живет На последнем Этаже И Мимо него Никто Не проходит Если Окошко Его Очень Высоко И Никто Не будет Задирать Голову Так Высоко Чтобы Посмотреть На его Свечи То Он Зажигает Свечи Дома Внутри Дома На столе И Кто Тогда Видит Эти Свечи Кто Их Видит Тогда А Его Семья Совершенно Верно Он Сам И Его Семья А И Ашем Ашем Конечно Ашем Все Видит Всегда А Да Я Слушаю Ой Какая Красота Ой Какая Красота Да Яшенька Мне Можно Около Две Главный Потому Что У нас Там Оно Далеко Нужно Спускать Кроме Того Те Кроме Того Те Кто Живут Среди Других Народов Мира Да Среди Среди Неевреев Иногда Бывает Даже Опасно Зажигать Так Чтобы Эти Чужие Люди Чтобы Они Увидели Поэтому В таких Случаях Зажигают Дома На столе Да Арина Что Ты Хочешь Сказать Секундочку На столе Нету места А На столе Нету места Но На столе Всегда Можно Немножко Место Освободить Отодвинуть Немножко Тарелки Стакан И Все Убрать И На столе Будет Тогда Место Да Я Слушаю Убрать Уэлли 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 Какой Когда он Крутится Уэлли Он делает Красивый Рисунок Да Уэлли 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 Молодец Молодец Отлично А После Этого После Этого Я После 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 Этой Песни Какую Важную Песню Ханукальную Мы Поем Маус Цур Маус 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 Цур Йешу Лосі Лихон Огел Шабея Тихой Бейстеп И Лосі Вешом Той До Незабея Лестах Макбея Лет Цар Амна Бея Ог Зэг Мойр Бешир Миз Мойр Ханука Са Миз Бея Ог Зэг Мойр Бешир Миз Мойр Ханука Са Миз Бея Так Скажите мне Пожалуйста Скажите мне Пожалуйста Как нам запомнить Порядок Порядок Куплетов Этой Песни Есть какой-то очень важный признак По которому легко запомнить Как Я знаю 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 Ну и скажи Скажи Если ты знаешь Напомни нам Пожалуйста скажи Как мы запоминаем Это Одна длинная песня Одна длинная Да А как запомнить Порядок Есть Есть Ну вот с каждого куплета Там есть Ее Подожди Подожди Наоми говорит что-то очень важное Служите все, что Наоми говорит Если у каждого куплета что? Имени там Эти буквы Морды Хай Морды Хай Совершенно верно Совершенно верно Первые буквы Первые буквы Всех куплетов Из них получается Имя Морды Хай Мордехай – это тот, кто создал, тот, кто придумал эту замечательную песню. И как вам Мордехай узнать? Первый куплет начинается с буквы Мем, Ма-Оз-Цур. Второй куплет со второй буквы Мор-Р-Р-Р-Эйш, Ра-От-Саван-Авши. Третий куплет начинается с буквы Мор-Д-Д-Д-Д. Какая буква? Д-Д. Д-Д-Д. Д-Д-Д. Д-Д. Д-Д. Да. Я уже без этого слова. Уже помнишь, без этого даже? Без этого слова. Ага, ага, ага. Так, и есть там предпоследний куплет такой веселый. Ай, его немник бет сувалай. А зайбемей хашманим. Уфорцу-форцу хоймас мигдолай. Ведь ему коль ашманим. Умминосарканканим. На ашаним. Э-э-э-э-э-э, а что говори, что, что кричат? Умминосарканканим. Канканим. На ашанастле шойшаним. Шойшаним. Ай, молодцы, молодцы. Слово канканим громко-громко все кричат. И слово шушаним громко-громко все кричат. Умминосарканканим. Канканим. Насонныслашойшаним. Канканим. А-а-а, вот. Вот теперь хорошо получилось. О-а-а. Вот теперь получилось хорошо просто замечать. Канканим такое кричали? Да. У нас на школе. Ужал, в школе, конечно. В школе тоже пели эту замечательную песню. Кричали канканим и шошаним. Да, канканим повторяли. Скажите мне, пожалуйста, что это такое за канканим? Где это был канкан? Что это такое канкан? Кто знает, что такое уминой сарканканим? Из последнего оставшегося канкана. Что это такое за канкан? Никто не помнит? Канканик мой. А-а-а, кувшинчик. Совершенно верно. Канкан – это кувшинчик. Последний оставшийся кувшинчик, который не нашли греки. Его не нашли. И из его масла можно было зажечь свечи. Сколько дней? Только один день. А на самом деле сколько он горел? Восемь. Восемь дней. Восемь дней. О-о-о. Вот это было чудо. Вот это было чудо Хануки. Восемь. 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 Совершенно верно. Это было то самое чудо Хануки, когда из одного маленького кувшинчика вместо одного дня горели свечи восемь дней. Скажите мне, пожалуйста, а где горели эти свечи? Что там зажигали? Хануки, Ю? Минору. Минору. У меня было семь. Семь. Совершенно верно. Минора. Это семисвечник. Молодцы. Очень хорошо вы все знаете. Просто чудесно. Приятно с вами иметь дело. Да, я слушаю, Ари Залман. Что, что, почему там не должно быть семь свечей, а не восемь? Почему восемь свечей? Почему восемь свечей в Хануки? Потому что восемь дней было чудо. Восемь дней. Восемь дней. Потому что один день он и так должен был быть. А, один день и так должен был быть. Совершенно верно. Но за этот день должно было сгореть все масло. А чудо было в том, что и в этот самый первый день сгорела только, только одна восьмая частица этого масла, а не все оно. Поэтому чудо, оно началось с самого первого дня. С самого первого дня уже началось чудо. Ай. Так вот, так вот, эти, это зажигание свечей, оно напоминает нам об очень-очень-очень важной победе. Об очень-очень важной победе, которую Ашем дал нам над греками. Вы знаете, что греки были очень-очень могучей державой, которая завоевали полмира. Полмира им принадлежала и в том числе... Я помню, что евреи его называли Эпиман, а греки все его, Антиоха, называли Эпифан. Эпифан, ага. Был этот греческий царь, который придумал, придумал злые законы против евреев, чтобы не давать евреям исполнять заповеди. Ах, что ему так мешало? Почему греки так не хотели, чтобы евреи исполняли заповеди? Чем им это мешало? Что они завидовали Бога? А-а-а, они завидовали, они завидовали, что евреи, евреи верят в Ашема, в Ашема, который создал весь мир, и не верят в их, в их греческих идолов. Вы знаете, что в Греции было много городов, и в каждом городе был свой идол. И в этом городе все поклонялись этому идолу, идолу этого города. Но они поклонялись не только идолу этого города, они поклонялись и всем остальным идолам. Ну, чтобы остальные идолы тоже не рассердились, да? И Антиохусу! А-а-а, Антиохусу, он был их царь, и он представлял из себя, как будто он самый главный идол, которому должны все поклоняться. Так вот, греки, они поклонялись самым разным идолам, кроме того, что у каждого был свой идол, своего города. Они поклонялись идолу соседнего города, и идолу другого города, и третьего. А они все, все, все так по-своему дружили. И вот, когда они увидели, что евреи поклоняются только Ашему, то они очень удивились и возмутились. Ну, у каждого народа, сказали они, и даже у каждого города, может быть, свой идол. А-а-а, но это не мешает им поклоняться другим идолам. А евреи не поклоняются никаким другим идолам. Только Ашему это очень-очень-очень возмутило греков. Ой, ой, как будто бы их обидели. Как будто бы их обидели. И они стали стараться изо всех сил заставить евреев поклоняться своим идолам. Но греки, они не были глупыми. Они были хитрыми и умными. Поэтому они заставляли не только силой, не только силой, они старались доказать и показать, что у них, у греков, все получается очень хорошо и очень красиво. Вы знаете, что древние греки, Яван, они являются потомками Яфета, второго сына, второго сына Ноаха. И от слова Яфет, Йофи, у них все было очень-очень красиво. Они строили красивые здания. Они строили ровные дороги. Они строили прекрасные мосты. Они строили великолепные, великолепные храмы. Они, они, из себя они тоже, они красиво очень одевались. И они устраивали, устраивали спортивные состязания, на которых они показывали свои красивые тела. Какие у них большие мускулы. Какие они быстрые, какие они сильные, как они умеют петь красиво. Все у них было очень-очень красиво. И они пытались, пытались уговорить евреев и доказать евреям, чтобы евреи вели себя так же, как они. Чтобы евреи тоже во всем искали внешнюю красоту. А евреи нет, не соглашались. Но, к сожалению, к сожалению, это не все евреи не соглашались. Были такие евреи, которым понравилась греческая красота. Вы помните, как называли этих евреев, которым понравилось быть как греки, как евоним? Мит-Яв-Ним. Мит-Яв-Ним. Ой, огречившиеся евреи. Вы знаете, что самая, самая большая беда была в том, что были евреи, которые огречились, которые стали вести себя, как греки. Из-за этого, из-за этого они как будто дали ту силу святости, которую Ашем дал евреям. Они как будто взяли эту святость и передали грекам. Из-за этого... Да, Наоми, что? Зажигание хронуками звучит это персуманез. Персуманез, совершенно верно. А как сказать по-русски персуманез? Распространение чуда. О, совершенно верно. Это реклама, реклама нашего чуда, чтобы все видели, что Ашем, что Ашем управляет этим миром, что Ашем управляет этим миром не по тем законам, которые мы себе придумываем, а по тем законам, которые установил Ашем. И что если есть праведники, есть злодеи, даже если злодеев очень-очень много, даже если они очень-очень сильные, и у них самое лучшее в мире оружие, то они не могут, не могут справиться даже с небольшим количеством праведников, которые служат Ашему. Даже если эти праведники, у них нет такого сильного оружия, нет могучих боевых сломов и колесниц, ай, даже, даже, даже в этом случае Ашем дает победу не сильным, а праведным. А праведным. Вы знаете, что в наше время, в наше время тоже есть, тоже есть те, кому очень-очень-очень нравится быть такими, как другие народы. Вы знаете, сейчас мы празднуем, какой праздник? Какой у нас сейчас? Ханука. Ханука. А вы спросите у некоторых евреев, какой праздник у вас сейчас? Вы знаете, что они нам скажут? Что у них Новый год. У них Новый год. Когда у нас у евреев Новый год? Вы помните, когда у нас Новый год? В каком месяце? В Рошашана осенью. Да, осенью у нас Рошашана. У нас Рошашана в Тишрее. В Рошашана осенью. А у этих евреев, как у всех народов мира, у них сейчас Новый год, они празднуют. Ай-яй-яй-яй-яй. Так вот, мы сейчас празднуем Хануку, потому что мы стараемся, стараемся ни в чем, ни в коем случае не уподобиться другим народам. Когда евреи пытаются стать похожими на другие народы, то это кончается очень плохо. То тогда мы как будто даем свою силу этим другим народам. И эти другие народы, они потом эту силу используют для того, чтобы на нас нападать. Почему, почему греки, древние греки, евоним, почему они сначала побеждали евреев? Почему они загнали евреев в пещеры, чтобы приходилось прятаться и тайком соблюдать заповеди? Потому что очень много евреев, потому что стали митявним, потому что они пытались стать похожими на греков, и они дали этим грекам силу. Поэтому и сегодня мы должны очень-очень стараться ни в коем случае не пытаться быть похожими на другие народы, а мы должны служить Ашему так, как нам заповедовали наши отцы, наши прадцы, наши мудрецы, наша Тора, так, как передали нам от Муше к Ешу, от Ешо к старейшинам и дальше к судьям. И до сего дня, так как мы получили Тору у горы Синай, так мы должны себя вести. по законам Торы, ни в коем случае не пытаясь, не пытаясь подражать другим народам. Ну, конечно, ну у них своя там елочка. Вы знаете, что елочку они у нас забрали? Сначала, сначала не елочка, но деревца. Украшенное деревце ставили в сукот. В сукот, в суке ставили украшенное красивое деревце. Но когда другие народы, им понравился этот обычай, и они стали ставить свое деревце, елочку, в свой праздник, то тогда наши мудрецы сказали, чтобы не быть на них похожими, мы даже от своего обычая ставить деревце в суке, мы даже от него отказываемся, чтобы ни в коем случае не быть похожими на эти другие народы. Поэтому у них там своя елочка, а у нас, а у нас своя ханукия. А у нас своя ханукия и свой замечательный праздник ханука. Да, да, Наоми. А вот завтра у нас, у нас первый день в школе, ну, на хануку, и нам разрешили, вот мы всегда ходим в школьной форме, а в этот раз нам разрешили не в школьной форме, и мы еще, ну, едем в праздничной. В праздничной форме, да? Да, и да, у нас будет праздничная. Наверное, будет праздничная. Замечательно, замечательно. Так, я думаю, что мы с вами продолжим, продолжим, продолжим этот разговор послезавтра. Послезавтра я снова буду у вас на спокойной ночи, малыши. А в четверг, в четверг я устрою, я устрою даже, даже небольшую, небольшую мессибу. А в четверг... А еще мне дали пончик. Пончик, замечательно. Мы об этом поговорим тоже послезавтра, потому что сегодня у нас время уже, вот я вижу, что оно закончилось. А я сегодня завтракал пончиками. Вчера обедал пончиками. Ай, пончик. Сегодня обедал пончиками. Ой, я обедал и завтракал, ужинал все пончиками. Как эти пончики называются? Сувганиот. Ханукасамэх, Литроот. Мы с вами встретимся послезавтра и продолжим говорить про пончики. Литроот. Ханукасамэх, Литроот. Ханукасамэх, Литроот. Падал!